Девушки отдыхают Девушки отдыхают Продолжение рассказа о прославленном Ла-5 в фильме «Оружие». Осенью 1942 года в строевых частях военно-воздушных сил Красной Армии появились истребители Ла-5. Летчики быстро полюбили новую машину. Она была проста в управлении, надежна и живуча. Хорошие отзывы фронтовиков послужили причиной того, что выпуск Лавочкиных непрерывно возрастал. Характерный факт. На одном из авиазаводов Ла-5 стали строить вместо штурмовика Ил-2. Военные поверили в новый истребитель. Но положение на фронте вскоре изменилось не в пользу советского самолета. Немецкие истребительные эскадры стали получать новые машины. БФ-109, модификации Г и Фокке-Вульф-190. Они имели более высокую скорость горизонтального полета и скороподъемность. Хотя советские истребительные полки в боях над Сталинградом сильно потрепали немцев, стало ясно, Ла-5 требуется срочная модернизация. Конструкторское бюро Семена Лавочкина с новыми силами принялось за работу над улучшением боевых характеристик «пятерки». Машину облегчали всеми способами. Снимали крыльевые топливные баки, приборное оборудование, уменьшали толщину бронеспина. Но все это были полумеры. Нужно было повышать энерговооруженность. На помощь Семену Лавочкину снова пришел Аркадий Швецов. Швецов Аркадий Дмитриевич. Разработчик авиационных двигателей. Доктор технических наук. Генерал-лейтенант инженерно-авиационной службы. Герой социалистического труда. Годы жизни 1894-1953. Родился в Пермской губернии, в семье школьного учителя. Окончил Московское высшее техническое училище. 47-го года генеральный конструктор ОКБ-19. ОКБ Швецова предложило использовать форсированный вариант двигателя М82Ф. Он отличался повышенной надежностью и мощностью. На новом самолете улучшилась система управления. Появились новые приборы и более совершенный прицел. Новый фонарь кабины позволил резко повысить обзорность задней полусферы. Для защиты летчика фонарь оборудовался передним и задним бронестеклами. В конце 42-го года истребитель пошел в серию под обозначением Ла-5Ф. По боевым характеристикам, на высотах до 4 километров, самолет не уступал последним модификациям немецких истребителей. Ла уверенно держался в глубоких виражах, быстро набирал высоту. Машина очень маневренная и в горизонтальном, и в вертикальном режиме. Ну, достаточно сказать, что вот если на МЕ-109 рисковато дать разворот влево и превысить крен в 45 градусов, то ты можешь загудеть под фанфары. Это у него был такой конструктивный недостаток в арзенаминской компоновке планера. Нашего завалить в штопор надо было уметь. крути хоть под 90, как хочешь. Очень устойчивая машина была. Ну, в горизонтальном маневре драли хвоста им. Вот. В вертикальном маневре на равных. Вооружение, значит, где-то можно по залповому... по залповой мощи и считать, что у нашего самолета было немножко больше. Вот. Летчики любили этот самолет. Семен Лавочкин не остановился на достигнутом. Весной 43-го года он представил на государственные испытания новую модификацию своего истребителя. На нем был установлен двигатель М82ФН, форсированный с непосредственным впрыском топлива в цилиндры. Его мощность резко возросла до 1850 лошадиных сил. Карбюратор на моторе был заменен на форсунки, которые непосредственно впрыскивали готовую горючую смесь в цилиндре. Это уже последняя модификация двигателя АШ-82НБ. Он, кстати, стоял потом на... Первый был поставлен на самолеты ЛА-7. Потом он показал себя неплохо на самолетах ЛА-9 и ЛА-11. Массовое применение ЛА-5ФН началось летом 43-го года. В небе над Курской дугой. Командование Люфтваффе возлагало большие надежды на истребитель Фоке-Вульф-190, также оснащенный двигателем воздушного охлаждения. Таким образом, с обеих сторон схватку за господство в воздухе вели однотипные машины. Бои показали. Тяжелый и инертный Фокер, как истребитель воздушного боя, уступает новому Лавочкину. Советские летчики говорили, что на машинах ЛА-5ФН они боги горизонталей и вертикалей. А на виражах будут всегда сидеть на хвостах Фоке-Вульфов. Самым результативным летчиком-истребителем советских военно-воздушных сил стал Иван Кожедуб. 62 сбитых немецких самолета. Свой боевой счет он открыл в сражениях над Курской дугой. Кожедуб воевал только на истребителях Лавочкина. ЛА-5, ЛА-5ФН, ЛА-7. Еще один знаменитый советский пилот Алексей Моресьев вернулся в небо с ампутированными ногами на протезах. Освоив ЛА-5, он сбил на этом истребителе семь вражеских самолетов. Семен Алексеевич Лавочкин считал, что талантливость конструкции заключается не только в тех показателях, которые имеет машина сегодня, но и в потенциальных возможностях, которые она откроет завтра. Технический потенциал ЛА-5 позволил конструктору за несколько месяцев создать новый истребитель ЛА-7. Он был представлен на государственные испытания 1 февраля 1944 года и в первых же полетах показал великолепные летные данные. Максимальная скорость нового самолета составила 680 км в час. Так быстро до сих пор не летал ни один советский истребитель. По результатам испытаний было принято решение немедленно наладить серийный выпуск машины. ЛА-7 стал самым совершенным истребителем КБ Лавочкина военной поры. Это стало возможно благодаря снижению массы и улучшению его летных качеств. К тому времени, за счет поставок по ленд-лизу, люралюминевый кризис в Советском Союзе закончился. Поэтому силовые элементы корпуса можно было сделать не деревянными, как прежде, а металлическими. Из-за этого снизилась общая масса машины. Свой вклад в развитие конструкции внесли инженеры Центрального аэрогидродинамического института. Они буквально вылизали все внешние обводы истребителя. Это позволило повысить его боевые характеристики. Что на нем характерно, это конструктор для увеличения устойчивости и улучшения управляемости самолетом в полете, особенно на близких к критическим скоростям полета, это предусмотрел предкрылки. То есть профиль крыла в определенном положении отделяется как бы такой маленький профилечек на кронштейнах. И потом в определенный момент он опять закрывается. Что это такое? Уменьшение сечения, обтекания верхней кромки крыла приводило к сдуванию пограничного слоя. Этим он поднял до самой высокой степени устойчивость и управляемость машины. Это очень важная деталь. Строевые летчики отметили, что Ла-7 оказался более строгим в пилотировании, чем Ла-5. Особенно во время взлета и посадки. Некоторые недостатки предыдущей модели по наследству передались семерке. Высокая температура в кабине пилота, перегрев двигателя на больших высотах. Однако по комплексу боевых характеристик Ла-7 стал лучшим советским серийным истребителем Второй мировой войны. Скорость, скороподъемность, маневренность, живучесть все у этой машины было на высшем уровне. Три синхронных пушки и новое прицельное оборудование позволили серьезно повысить мощь огня. Теперь краснозвездные истребители вели агрессивный, наступательный бой. При вылетах на свободную охоту Лавочкины атаковали даже многократно превосходящего в численности противника. Они быстро набирали высоту, занимали выгодную позицию сверху и наносили разящие удары. Благодаря отличным боевым качествам Ла-7, Иван Кожедуб одержал одну из своих самых значительных побед. На поршневой машине он догнал немецкий реактивный истребитель «Мессершмитт-262» и уничтожил его пушечным залпом. С ноября 1944 года авиационные заводы прекратили выпуск Ла-5ФН, полностью переключившись на Ла-7. Новый самолет в первую очередь поступал на вооружение гвардейских истребительных полков. Благодаря таким отличным машинам, как Ла-7, и возросшему мастерству летчиков, советская истребительная авиация завоевала полное господство в воздухе. Всего за время войны авиапромышленность Советского Союза выпустила 10 тысяч машин семейства Ла-5 и 5 тысяч 750 Ла-7. В первые послевоенные годы советские военно-воздушные силы получили стратегические бомбардировщики Ту-4. Для них требовались дальние истребители сопровождения. Военные поручили создание таких машин Семену Лавочкину. Так появились новые представители семейства Ла. Ла-7. Субтитры создавал DimaTorzok